Здравствуйте! В эфире субботняя информационная программа Вести Карачаево-Черкесия. В общественной палате Карачаево-Черкесии состоялось вручение мандатов новым членам Общественной Наблюдательной Комиссии. На первом заседании в новом составе члены комиссии избрали председателя, заместителя и секретаря Общественной Наблюдательной Комиссии Республики. Новый состав ОНК в течение трех лет будет осуществлять контроль за обеспечением прав человека в местах принудительного содержания, расположенных на территории Карачаево-Черкесии. Итогом встречи стали решения, направленные на совершенствование мер защиты участников уголовного судопроизводства и обеспечение надлежащего взаимодействия в этой сфере. Палата Карачаево-Черкесской Республики готова оказывать новому составу Общественной Наблюдательной Комиссии любую методическую и юридическую поддержку. В состав Наблюдательной Комиссии вошли авторитетные, знающие люди. Уверена, что вы способны обеспечить сотрудничество с общественными объединениями, которые вы представляете не только их, социально ориентированными коммерческими организациями, администрациями мест принудительного содержания, органами государственной власти, органами местного самоуправления по обеспечению законных прав и свобод, а также условий содержания лиц, находящихся в местах принудительного содержания. Хочется всем нам, в том числе и новому составу и всей общественной палате пожелать успешной совместной работы. Эпидемиологическая обстановка стабилизировалась. О ситуации заболеваемости острой кишечной инфекцией в Карачаево-Черкесии рассказала врач-инфекционист Республики Людмила Артищева. На сегодняшний день под наблюдением медиков в инфекционной больнице в Черкесске находятся 29 детей и 9 взрослых. Все пациенты идут на поправку. Также доктор рассказал о том, как обезопасить себя в период заболеваний. Это прежде всего соблюдение правил личной гигиены. Количество заболевших, обратившихся за медицинской помощью с августа по середину сентября в 2022 и 2023 году отличается всего на одного человека. То есть, в принципе, это обычная ситуация, сезонным подъемом острых кишечных инфекций. С изменением климата, похолоданием, в общем-то, кишечные инфекции, они сами сойдут на нет. Во всяком случае, сейчас уже поток обратившихся как за консультацией, так и за госпитализацией практически сократился. Все кишечные инфекции — это болезни грязных рук. Прежде всего, нужно мыть руки как можно чаще. В общем-то, это не только после посещения каких-то санитарных комнат, но и также по приходу домой. Это мытье фруктов обязательно, мытье овощей. В военном комиссариате Адыгихабльского и Ногайского районов республики состоялась пресс-конференция с инструктором военно-воздушных сил пункта отбора на военную службу по контракту Али Джигутановы. О преимуществах военной службы по контракту, о социальных льготах и гарантиях, а также о том, кто может заключить контракт и какие требования предъявляются кандидатам, узнавала Дарья Тендит. Али Муратович, расскажите, куда обращаться с заявлением на поступление на контрактную службу? С заявлением можно обращаться на пункт отбора на военную службу по контракту или военный комиссариат по месту жительства, либо по единому порталу госуслуг. Можно ли претендовать на прохождение службы, если гражданин не проходил срочную службу в вооруженных силах Российской Федерации? Да, можно. Если кандидат уже превысил призывной возраст, ему выдается военный билет в военном комиссариате с отметкой о том, что он не служил. Если он еще находится в призывном возрасте, он отъезжает в военскую часть с приписным свидетельством и военный билет уже получает там. Каков список требований к кандидату, решившего поступить на контрактную службу вооруженных сил Российской Федерации? Кандидат, гражданин или иностранный гражданин, он должен владеть государственным языком Российской Федерации, он должен подходить по медицинскому и по профессионально-психологическому отбору и быть не младше 18 лет. Каков порядок поступления на контрактную службу? Кандидат должен написать заявление, заполнить анкеты, пройти военно-врачебную комиссию, собрать перечень необходимых документов, подписать контракт и убыть военскую часть. Али Муратович, расскажите, каков перечень документов необходимо предоставить кандидату на поступление на контрактную службу? Перечень документов такой, нужны копии паспорта, копия военного билета, при наличии копия свидетельства о рождении, о заключении брака и о рождении детей. Расскажите, а какие выплаты получают контрактники? При подписании контракта кандидат получает от правительства Карачао Чешкесской Республики 100 тысяч рублей и в течение одного месяца получает 195 тысяч рублей единовременно. Али Муратович, расскажите, каким обмундированием обеспечиваются кандидаты, которые решают поступить на контрактную службу? При прибытии военскую часть контрактник получает все необходимое вещевое имущество. Он получает демисезонную летнюю форму, но по сезону, естественно. Комплект нижнего белья, фуражка, шапку, берцы, плащ-палатку, спальный мешок, все это он получает, подбирая под свой размер. А могут ли жители не нашей республики подать заявление на поступление на контрактную службу? Да, жители других регионов могут подать заявление у нас и могут отбыть воинскую часть от нас. Для этого необходимо будет встать на временный учет в военкомате, неважно в каком, в нашей республике. А весь остальной процесс подписания контракта будет точно такой же, как для жителей нашей республики. Али Муратович, расскажите, может ли контрактник получить отпуск во время прохождения службы? Военнослужащему полагается отпуск через шесть месяцев после подписания контракта, но по законодательству возможно взять отпуск на 10 дней по семейным обстоятельствам. Расскажите, какие льготы и меры государственной поддержки предусмотрены для контрактников и их семей, когда они заключают контракт с Министерством обороны Российской Федерации? Для военнослужащих предусмотрены следующие социальные льготы и гарантии. Это возможность быстрого приобретения жилья за счет Министерства обороны Российской Федерации через накопительную ипотечную систему. Это страхование жизни и здоровья за счет федерального бюджета, право на льготную пенсию после 20 лет службы, статус ветерана боевых действий и соответствующие льготы. Это кредитные и налоговые каникулы, служебное жилье и компенсация за наим жилья. Для семьи военнослужащего это бюджетные места для обучения детей в вузах, бесплатно отдых детей в оздоровительных летних лагерях. Али Муратович, спасибо вам большое за то, что ответили на наши вопросы. До свидания. Сейчас о погоде на выходные, после продолжим выпуск. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Меховая выставка от компании «Снежка» с 14 по 18 сентября включительно объявила о самой большой продаже шуб со скидками до 40%. Ассортимент огромный и обновленный. Администратор выставки Елена Носкова поможет подобрать нужный вариант. Мы рады вам сообщить об открытии нашей огромной выставки от меховой компании «Снежка» в вашем городе. Самое главное, что я хочу сказать, мы объявляем скидку до 40%. Мы привезли огромный обновленный ассортимент, как в классических моделях, так и в ультрасовременных, в размерах с 38 по 68 размер. Также имеется большой выбор меховых жилетов. На нашей выставке вы можете приобрести любое изделие в рассрочку до 3 лет, без первого взноса, без переплаты и никаких дополнительных страховок. При этом вы получаете гарантированно меховой жилет в подарок. 20 минут вашего времени и шубка ваша. Вы можете оформить в рассрочку любую понравившуюся модель и получить меховой жилет в подарок. Вот такая шубка укороченная, рукав-трансформер 58 размера. Стоимость ее 85 тысяч. Если вы оформляете в рассрочку на 3 года, она у вас выйдет 2-360 в месяц. Ассортимент действительно превосходит все ожидания. Ну а скидки вас приятно удивят. У нас идут скидки очень хорошие. Например, на этой шубе стоимость ее 140 тысяч. Сейчас со скидкой 84 тысячи. Шубка идет, трансформер. Подол отстегивается. Рукавчик отстегивается. Цвет графит. Все изделия имеют электронный паспорт. Покупатель может самостоятельно проверить всю историю шубы, что она действительно пошита в России. На каждое изделие имеются сертификаты. Выставка пройдет по 18 сентября включительно в Центре развития предпринимательства по улице Горького, 8 с 9 утра до 8 вечера. Вас ждут скидки, отличный выбор, качество и идеальные условия рассрочки. Альбина Курочинова-Кенджева, Мухаммед Ашибоков. Вести Карачаева-Черкесия. В столице Карачаева-Черкесии стартовал седьмой этап многодневной велогонки «Дружба народов Северного Кавказа». В соревнованиях участвуют более сотни спортсменов из 24 регионов России, а также Белоруссии и Объединенных Арабских Эмиратов. Трассы пролегают по дорогам четырех республик СКФО и по Адыгее. В Карачаево-Черкесии лучшим шоссейным велогонщикам предстоит не только состязаться на скорость и выносливость, но и увидеть уникальные горные пейзажи Дамба и Архыза. Как говорят все, кто имеет отношение к отечественному велоспорту, «Дружба народов Северного Кавказа» – это не только настоящий праздник, но и возможность популяризировать этот вид среди все большего числа людей. Велогонка завершится в Майкопе. – Что значит для Карачаево-Черкесии проведение участия в статусе хозяев одного из этапов такого состязания важного? – Для нашей республики это колоссальный импульс для развития этого вида спорта, для популяризации этого вида спорта, вообще для популяризации здорового образа жизни. Эти мероприятия призваны именно, чтобы молодежь, подрастающее поколение равнялись на чемпионов, на спортсменов, чтобы приобщались к этому движению велосипедному. – Ну, я в первую очередь хотел бы выразить слова благодарности главе республики, а также министру спорта и всем сотрудникам ГИБД, ОВД, скорых помощи, которые обеспечивают нам по всему маршруту безопасность. Это самое главное для спортсменов. Второе, что мы должны организовывать такие турниры с целью популяризации субъектов. Почему-то мы все смотрим только зарубежные турниры, а свой, который не уступает по красоте инфраструктуры, по природным ресурсам, которые здесь располагают, мы не освещаем. Поэтому наша задача – как можно больше проводить таких турниров, естественно, с участием телевизора. На этом субботний выпуск «Вестей» подошел к концу. Приятных вам выходных и всего доброго! Субтитры создавал DimaTorzok